Привет всем! Мне на ютубе задали очень интересный вопрос про землетрясение. И я решила ответить на него в видео. Вопрос следующий. Как часто здесь трясет? И какое влияние землетрясения вообще оказывают на здоровье? Ну, начну с того, как часто здесь трясет. Я думаю, все, кто меня смотрит, знают, что Япония это сейсмоопасный район. Ну, конечно, есть какие-то региональные различия. Я, например, живу в районе, который считается особенно сейсмоопасным. И у нас трясет раз в месяц где-то обязательно. Иногда бывает так, что даже и два раза в месяц. Но трясет понятие растяжимое. Обычно, когда я говорю, что у нас трясет, я имею в виду, что ты это чувствуешь и понимаешь конкретно, что это землетрясение, а не что-нибудь другое. Такое бывает примерно, ну да, раз в месяц. Длится недолго. В основном ты просто сидишь, чувствуешь, что-то как-то покачивается. Думаешь, наверное, землетрясение. Вот так. По-крупному трясет редко. За все время, что я здесь была, но я не знаю, я здесь уже 10 лет, и по-настоящему крупно, хорошо так, так, что я испугалась, трясло, наверное, два раза всего. Один раз в прошлом году и один в этом. И то, и другое, скорее всего, является авторшоками того самого большого землетрясения, которое произошло в 2011 году. Так что не все так страшно. Теперь, какое это влияние оказывает на здоровье? Честно говоря, я даже не знаю. Физически, по-моему, оно никак на здоровье не сказывается. Я довольно метеозависимый человек, и у меня бывает реакция на погоду, но на землетрясение у меня особенно никакой реакции нет. Хотя, я могу сказать, что все-таки, мне кажется, что немножко на психическое здоровье оно влияет. Потому что я стала замечать после вот этих крупных землетрясений, что у меня есть странная форма ПТСР. Я временами просыпаюсь ночью, мне кажется, что трясет, мне кажется, что землетрясение. После вот этих двух землетрясений у меня такое было примерно неделю. Я даже будила мужа, интересовалась, его тоже трясет, или это у меня глюки. Выясняла, что это у меня глюки. Потом прекратилось. Сейчас крайне редко бывает, и мне кажется, что это скорее связано с каким-то уровнем стресса. Что интересно, такое у меня было и до землетрясений, крупных землетрясений, но никогда в Латвии. В Латвии я никогда не чувствовала, что меня трясло. Это началось, когда я переехала в Японию. Получается, что мой мозг как-то решил, что раз мы в сейсмоопасной зоне, то давайте твоя паника будет выглядеть вот так, скорее всего. Что я с этим делаю? Да ничего я с этим не делаю. Но не так сильно, не настолько, чтобы меня сильно беспокоило. Вообще, надо сказать, что я считаю, что опасаться землетрясений стоит в том случае, если у вас есть реально фобия землетрясений. То есть, если вы действительно боитесь землетрясений очень-очень сильно, то тогда вам, наверное, не стоит приезжать в Японию, потому что вот эти маленькие землетрясения, которые большинство людей даже вообще не замечает, будут на вас плохо сказываться, будут плохо сказываться на вашем психическом здоровье. Так, землетрясение, это, мне кажется, не особо опасная вещь. Ну, может быть, мне так кажется, потому что я вообще не боюсь землетрясений. В моём личном топе страхов землетрясений находится даже не в первой десятке, далеко не в первой десятке. Но, тем не менее, ещё мне всё-таки кажется, что это вполне, ну, моё отсутствие страха землетрясений, оно вполне обосновано, потому что реально Япония очень хорошо подготовлена для землетрясений. Дома здесь строят так, что они не рухнут, если их даже очень хорошо тряхнуть. Здесь хорошо развита система оповещения, опять же, хорошо проводится эвакуация, всегда все знают, куда бежать, поэтому мне не особо страшно. Вот цунами я боюсь, цунами, честно скажу, боюсь, они входят в мой топ-10. Может быть, как раз потому, что я родилась в стране, в которой какие-то связанные с водой катаклизмы всё-таки время от времени бывали, а вот землетрясений не бывало никогда, может быть. Но мой страх цунами выражается в том, что я просто никогда по своей собственной воле не буду жить рядом с морем, рядом с берегом моря, океана, никогда. И если так получается, что я там оказываюсь, то на всякий случай я всегда проверяю эвакуационные маршруты, куда мне бежать в том случае, если вдруг придёт цунами. Ну, вот есть такое. Опять же, мне это не очень сильно мешает по жизни. Для того, чтобы обезопасить свою жизнь от землетрясений, на случай землетрясений в Японии, что стоит делать? Стоит, во-первых, обезопасить своё жилище. Все бьющиеся стеклянные предметы должны быть за хорошо закрытыми дверями, полками, чтобы ни в коем случае они не выпали. Если землетрясение будет очень сильным, то они даже, будучи на полках, скорее всего, побьются. Но, по крайней мере, ваш пол не будет засыпан осколками, и вы сможете по нему нормально пройти. Висячие люстры не лучшая идея, лучше вот эти вот лампы, которые плоские блины, от них тоже меньше вреда. Ни в коем случае над вашим спальным местом никаких вещей, которые могут на это самое спальное место упасть. Я не знаю почему, но трясёт очень часто именно по ночам. Так что ничего, что может на вас упасть и размножить вам голову. Одна из самых частых причин, как можно вообще умереть во время землетрясений, это получить чем-нибудь по голове. Так что об этом стоит подумать. Во время землетрясения лучше куда-нибудь, если оно по-настоящему сильно, лучше куда-нибудь спрятаться, под стол, например, чтобы, опять же, беречь голову. Дверь по возможности открыть, потому что, может быть, дом немножко перекосит, и вам придётся выходить. Держать ваши обувь, тёплые вещи где-нибудь в таком месте, чтобы вы их могли легко взять. Также в таком месте должны быть ваши документы, мобильники на всю семью, работающий компьютер, если вам нужен. Всегда знать, куда в вашем районе ближе всего эвакуироваться. Обычно есть какое-то место, где все собираются, и оно обычно тоже очень чётко обозначено. Вам нужно только узнать, где оно находится. Не игнорировать всякие тренинги, учения и так далее. Если в вашем районе, в вашем университете, в вашем рабочем месте что-то подобное проходит, поучаствуйте, узнаете много интересного, познакомитесь с местными волонтёрами, замечательно всё будет. Если совсем страшно, можно держать тревожный чемоданчик, можно накупить, опять же, здесь огромное количество всяких продуктов, товаров для того, чтобы безопасить себя во время землетрясения. Учтите, что чаще всего на какое-то время исчезает вода, электричество, газ, поэтому стоит иметь консервы и вообще такую еду, которую не нужно готовить и которая долго хранится. Вот пусть она у вас будет. Ну, это, пожалуй, всё, что я могу сказать на этот счёт. Да, самое главное, я знаю, это очень дурацкий совет, но не паниковать. Но, действительно, это очень важный совет, потому что во время паники, если вы будете бегать и орать, то у вас больше шансов плохо кончить во время землетрясения. Поэтому не нужно паниковать. Опять же, я говорю, чёткое видение того, что делать в случае, если вдруг началось очень сильное землетрясение, оно сильно помогает. Вот где у вас знать точно, где у вас что находится, где у вас что лежит. Спокойно брать, выходить из дома и потом точно знать, куда вы идёте. Если у вас в голове есть картинка, как вы действуете, то это сильно помогает. Ну, что ж, это, пожалуй, всё. Если я вас не сильно испугала, я надеюсь, не сильно испугала, то, пожалуйста, приезжайте в Японию, испытайте землетрясения, ничего особенно страшного в них нет. Это подавляющее большинство землетрясений, это как будто ты стоишь рядом с железной дорогой, тема немножечко так потряхивает от неё. Вот такие в основном ощущения. Не так уж и страшно. Ладно, спасибо-спасибо, всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.